Учим собак, чтобы собаки приносили людям пользу. Допустим, смотрите, допустим, кинологи учат собак, чтобы они были помощником поводырей слепых. Когда люди плохо видят, мы, люди, учим собак, чтобы собаки помогали слепым людям. Еще есть такая служба, как, допустим, люди потерялись где-то, человек потерялся где-то в лесу. И мы, люди, учим собак, чтобы собаки умели находить людей в лесу или в завалах где-то. Да, пожалуйста. Полицейские собаки, собаки, которые, это военные собаки, собаки, которые, там, войсковые собаки, которые несут службу, допустим, в РЧС, когда ищут людей. Или когда собаки ищут, допустим, наркотики или взрывчатые вещества. Или преступников, когда помогают полицейским на службе. Либо есть такие собаки, которые помогают охотнику на охоте. Либо есть такие собаки, которые помогают пасти овец, чтобы по ступу не бегать. Он собаке дает команду. Собака бежит и гонит овец, загоняет, допустим, в забор и так далее. То есть собаки, так или иначе, помощники для людей. Также кинолог еще занимается разведением собак, селекцией, выведением, смотрит, чтобы порода соответствовала по конституции и так далее. Чтобы не было породной выбраковки в поведении. Потому что бывает порой трусливая, допустим, родилась трусливая овчарка. Не нужно ведь ее дальше вести в разведение, правильно? Не нужны нам трусливые овчарки. Нам овчарки нужны, допустим, охранные. Поэтому кинолог так еще и дополнительно занимается и разведением. Так или иначе, кинолог это тот, кто воспитывает собак, тот, кто разводит собак. И тот, кто помогает людям в воспитании собак. Теперь давайте не будем шибко углубляться в тему, что такое кинология. Я думаю, для каждого понятно, кто такой кинолог. И вообще кинология это наука. Наука, наука о собаках. Проще говоря. Давайте начнем разбирать такую тему, которая относится к нежелательному поведению собак. Это агрессия. Агрессия собак. Когда бывает порой сталкиваются владельцы собак, или даже те люди, у которых нету собаки, так или иначе, бывает мы сталкиваемся с нежелательным поведением, когда собака ведет себя, огрызается. Либо она может быть охраняет свою территорию, а мы этого не знаем, она скалилась, лает на нас. Поэтому в первую очередь нам нужно научиться разбираться, что такое вообще агрессия, правильно? Смотрите, агрессия собак, да? Агрессия бывает активно-оборонительная или пассивно-оборонительная. Как вы думаете, с чем отличается? Ну, естественно, тут понятно, когда собака активно идет, допустим, в атаку, охраняет свою территорию, либо собака оценила какое-то поведение человека как угрозу и пытается сразу же на опережение взять человека, укусить или припугнуть. Это активно-оборонительная, когда уверенная в себе собака сразу же показывает, что не смотри на меня пристально, я могу тебя укусить, зарычать, допустим, предупредить или сразу же гахнуть, тем самым человеку показать, что не смотри мне прямо в глаза, не наклоняйся надо мной, не лезь ко мне. Да, это активно-оборонительная реакция собаки. И пассивно-оборонительная реакция собаки, когда собака неуверенная в себе, но она тоже может укусить, она тоже может так же поварить. И ваша задача хотя бы чуть-чуть, не как специалист, но хотя бы чуть-чуть видеть и понимать, где есть разница. И научиться себя вести правильно, чтобы не спровоцировать собаку на то, чтобы она вас укусила. Поэтому здесь, смотрите, различия, маленько вам объяснил, что активно-оборонительная, это понятно, что вы сразу по поведению должны расценивать и видеть, что собака, как правило, лаять не будет. Она, возможно, порычит чуть-чуть, оскалится, и вы должны уже сразу понять, что дальше уже идти, приближаться к этой собаке, либо к человеку, который находится с этой собакой, не нужно. Бассивно-оборонительная, когда мы шли, допустим, со школы, да, и с друзьями после уроков решили пойти маленько другим путем, и неожиданно выбежала собака, а это, возможно, была ее территория. Возможно, если это бездомная собака, у нее где-то, может быть, здесь щенки, да, под гаражом, мы не знаем. И это, в принципе, уже вроде бы ее территория, а вы зашли на ее территорию, а она не уверена в себе, вы продолжаете двигаться. Она может укусить, потому что собака может расценить это, то, что вы пытаетесь лезть в ее щенка. Возможно, вы хотите навредить ее потомству. Поэтому мы начинаем дальше разбираться и удивляться. Здесь есть агрессия, когда она уже делится на виды. Агрессия, когда есть игровая агрессия, когда есть пищевая агрессия, когда, допустим, собака ест, вы мимо проходили, и собака, допустим, лежала ничья, ничья, и лежала, что-то ела, а вы мимо проходили, она могла расценить это, что вы покушаетесь на ее добычу, на ее пользу. И может также отреагировать просто. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что собака может быть незнакома, а может быть предсказуема. Территориальная агрессия, это я вам уже говорил, какая-либо территория, или мы шли, и вдруг выбежала собака. Также это территориальная агрессия, когда собака, это моя территория, и я ее оброняю. А так как собака своей проверяет? Агрессия собственника, когда я говорил уже про добычу, да, не обещаю. Пищевая, смотрите, агрессия, это когда связано с пищей, а агрессия собственника, когда, допустим, бывают такие случаи, когда собака дома взяла какой-то носок или какую-то даже куклу у маленькой девочки в семье. Убежала и началась не играть, а девочка хотела бы своей вроде бы собаки в семье, хотела бы свою куклу забрать, а собака начала ее охранять. Типа, все, это мое. Бывают такие наши ситуации, когда агрессия собственности бывает в семье, и люди приходят, обращаются и задают такие вопросы, как будет такая ситуация. Защитная агрессия, понятное дело, когда собака расценивает что-либо со стороны людей, не обязательно, когда вы идете с палкой на собаку, и это явная уже явная агрессия со стороны человека в отношении собаки. Здесь мы должны понимать, что даже взгляд, пристальный взгляд в отношении собаки, он может быть расцелен собакой как угроза. Либо неумелые такие действия, как правило, мы часто люди, даже взрослые, обязательно дети не разбираются и лезут к чужой собаке. Можно погладить и сразу наклоняются над ней, и, как правило, гладят собаку по голове, да? И собака прижимает лучше, это неправильно. Если уверенная в себе собака, если она даже в наморнике, она может сразу же на вас кинуться. Почему? Потому что первое, что вы сделали, вы пристально посмотрели в глаза собаки, наклонились над ней. И тем самым показали, что я выше тебя, я больше тебя, и я тебя подавляю, и я тебя вроде бы, я над тобой вроде бы имею преимущество. Смотрите, давайте разберем кошку. Когда кошка, допустим, чему-то испугалась, она вздыбливается, полка у нее вздыбливается, она показывает себя, что я большая, я больше, чем обычно. Здесь то же самое мы расцениваем, когда человек выдержит где-то выше собаки, да? Мы не расцениваем собак, которые там большие бывают, алабай, камкатцы, но так или иначе собаки все они ниже нас. Если вы наклонились, заносите руку над головой, это уже, в принципе, собака может вас слить с вашей стороны, как подавление. Дальше, агрессия от чувства страха, это я вам уже говорил, пассивно оборонительная реакция. Собака боится, вы к ней лезете, да не бойся, давай я тебя поглажу, ты что меня боишься? Смотри, я вроде бы такой безобидный и так далее, но собака то, что очень стрессует сильно и вас не знает, может взять вас и укусить. Агрессия из-за болевого ощущения, когда собака испытала боль, потому что вы должны быть внимательны, если даже вы зашли в лифт, если кто-то находится с собакой. Перестаньте общаться с друг другом, сначала обратите внимание на собаку, что за собака, может быть не стоит вообще в лифт заходить и ехать с вашим соседом. Вы должны по поведению сразу же увидеть, если собака не сидит, если собака проявляет активный интерес и уже лезет к вам, то если никак ее хозяин не сдерживает, то я бы не заходил к такой собаке, почему? Потому что видно, что хозяин толком не может справиться с собакой. Если она неуправляемая, то он не может предсказывать ее поведение. Если она к вам принюхивается, лезет, а вы не желаете с ней общаться, а хозяин ее сдержать не может, то уже дальше можно расценивать то, что он не может предполагать, как она после обнюхивания проведет себя дальше. Поэтому я бы не заходил. Если собака сидит спокойно и хозяин ее контролирует, тогда можно зайти и нужно осмотреться, чтобы вы на хвост собаки не наступили. Здесь мы уже разбираем агрессию из-за болевого ощущения. Вы на хвост нечаянно собаки наступили, собака вас спустила, вы этого не заметили и начали обвинять хозяину, допустим, или собаку. Хотя они причинили, допустим, боль какую-то. Агрессия материнская, когда собака охраняет свое потомство и выбежала, вы не знаете, что у нее щенки, она вот такая агрессивная, а это просто мать, которая охраняет свое потомство. Агрессия хищника, когда вы начинаете убегать. Поэтому ни в коем случае не нужно убегать, если вдруг вы испугались собаку или вдруг смотрите, идет человек с собакой, вы увидели и так или иначе остановились и побежали. Агрессия хищника, собака сразу же включается на то, что вы начинаете убегать. И как хищник за добычей, за движением резким, то, что вы убегаете, собака включается и хочет вас прихватить. Поэтому если вы где-то вышли и увидели, если вышла одна собака или даже другая собака, там, стая, да, ни в коем случае не нужно бежать. Агрессия доминирования, когда собака пытается в семье проявлять элементы доминантности. Потому что, смотрите, когда мы разбираем агрессию, неправильно говорить только о бездомных собаках. Потому что собаки, которые живут в семье, так или иначе, тоже проявляют агрессию даже в отношении взрослых людей. Независимо от того, женщина и мужчина, порой бывают мужчины, звонят и чуть ли не плачут, говорят, Меня крылер везет и мою супругу тоже. Хотя сами до этого не замечали, что собака проявляла элементы доминантности, и это все накапливалось, как снежный ком. Как это может проявляться? Собака проходила мимо ее, домой, домой, в стиле, либо она на улице, она проходила мимо ее, вас как бы чуть-чуть своим корпусом отталкивала. Или не давала, а уходила, постоянно ее обходили. Либо собака где-то ела, вы никогда не подходили, а собака, когда вы мимо проходили, вдруг где-то подрывнула, либо она осторожилась, напряглась, перестала есть, а вы этого не заметили. Или просто оскаливалась даже. Или взрослые не замечают, когда собака вот такие элементы доминантности проявляет в отношении их детей. И потом в дальнейшем бывает так, что со взрослыми собака очень послушная, а детей в семье кусает. Как правило, собаки проявляют элементы доминантности в отношении детей и пожилых людей. Потенциальный трус на улице может проявлять агрессию дома. Есть такой случай, когда бабушка оставалась дома с маленькой кнопочкой собачки, которая на улице трясется и всего боится, боится своей тени. На улице не дает, ой, дома не дает проходу бабушке. Бабушка не может сесть на диван, собака рычит. В дальнейшем, я говорю, бабушка же не сможет выйти из туалета, собака ей не даст проходу. И у бабушки уже все руки покусаны, а дети ее взрослые не обращают на это внимания. Поэтому здесь, так или иначе, агрессия, это не только, когда собаки бездомные, это также еще, когда собаки находятся в семье. Так или иначе, смотрите, когда мы говорим про агрессию собак, мы затронулись здесь не раз, я говорил про поведение людей, да. Не наклоняйтесь, не смотрите пристально собаке в глаза и так далее. Поэтому здесь мы обязательно должны разобрать вкратце поведение нас, когда мы порой, как владельцы собак, или даже как не владельцы, а просто проходили мимо, можем своим поведением так или иначе спровоцировать по незнанию собаку на агрессию. Давайте вкратце разберем, какое может быть изменение в поведении человека. Допустим, вы шли, шли, стоит собака, вы шли, шли и вы остановились. Вы уже привлекли к себе внимание, собака насторожилась и обратила на вас внимание. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы шли и видите, стоит собака, просто смотрит на вас, продолжайте идти, не обращайте на нее внимания. Если вы видите, что собака обратила на вас внимание, смотрит и идет к вам, тогда уже можно остановиться. Тогда уже нужно остановиться и в первую очередь, что нужно сделать у вас с собой портфель или сумка или пакет. В первую очередь снимите рюкзак, выставьте перед собой пакет. Либо еще что-то в руке, если у вас есть, выставьте перед собой. Если ничего в руках у вас нет, тогда просто остановитесь, не смотрите на собаку. Собака подошла, понюхала, вы стоите, не лезьте к ней, не дергайтесь, не поднимайте руки, ни в коем случае не кричите и не убегайте. Остановились, постояли, не смотрим на собаку, не тянем ни в руки, собака вас понюхала и ушла. И тогда вы продолжили движение. Если вы начинаете идти, и собака тут же снова идет к вам и принюхивается к вам, снова остановитесь и циклично отсюда уходите. То остановились, если собака лезет к вам, проявляет свое внимание, то снова пошли, пока она вас не обращает внимания. Если собака активно лезет к хвосту, поджимает уши, пригибает голову и идет к вам, здесь собака поведение свое показывает в подчинении. Собака идет с вами пообщаться. Но все равно не нужно лезть к собаке, гладить ее, потому что мы не знаем, вдруг у собаки до этого где-то была травма, вы будете ее гладить, и вдруг вы ей где-то причините боль. Незнакомым собакам и к собакам, которые даже с другим человеком, не нужно лезть, потому что вы не знаете эту собаку. Если хозяин вам позволил, тогда настороженно отпустились, не настороженно, а спокойно, поправка, спокойно. Отпустились, не наклоняемся, присели, руку вот так вот выставили в сторону, дали собаке себя понюхать. Пристально собаке в глаза не смотрим, можно на корпус собаке смотреть или смотреть в сторону. Вот так происходит знакомство с собакой, когда я приезжаю на консультацию на территорию собаки, в ограду, когда меня приглашают. Либо когда я приезжаю в квартиру на консультацию, и проходит консультация непосредственно опять же на территории собаки. Хозяин сидит на стуле, либо на диване, я сажусь на пол и показываю, выставляю руку и даю собаке с собой познакомиться. Я выхожу на уровень собаки, я не сажусь на диване, сижу как король из носака, не смотрю на собаку, я иду к собаке. Потому что моя задача прийти и оставить пользу после себя, дать человеку информацию, чтобы человек обрел взаимопонимание собаку. Чтобы мне что-то показать вместе с его собакой хозяином, мне нужно минимально за короткий срок наладить контакт, чтобы собака понимала, что я не представляю грозы, чтобы собака начала лакомство от меня брать, чтобы собака понимала, что я ее не боюсь, и минимум видеть, какая собака. В неагрессивном отношении меня боится, она меня не боится и так далее. И в дальнейшем, во время тренировки, во время консультации, мы с собакой для его хозяина показываем что-то и объясняем вместе с собакой. Собака своими движениями, а я даю информацию словесно. И хозяин запоминает, как налаживать контакт со своей собакой.